Белорусская компания Амкадор производит оружие для нужды российской армии. Милиция начала рейды по квартирам минчан, которые когда-либо были замечены в оппозиционной деятельности. Музыкантов Би-2 удерживают в тюрьме в Таиланде. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Чаще всего жертвами мошенников в интернете становятся учителя, врачи, пенсионеры, бывшие военные и члены их семей. Такую статистику привели сотрудники Национального банка, которые разрабатывают меры противодействия киберпреступности. В частности, финансовый регулятор сообщает о том, что сейчас ведется большая информационная работа. Например, создан сайт, где людей предупреждают о случаях мошенничества. Другим методом борьбы стал период охлаждения во время выдачи кредитов. Это значит, что сотрудники банка могут на несколько дней заморозить транзакцию, которая покажется им подозрительной. Такая мера способна уберечь граждан от необдуманных поступков, поскольку мошенники обычно делают ставку на скорость принятия решений и шоковое состояние жертвы. К примеру, когда звонят человеку под видом милиции и требуют срочно перевести деньги, чтобы откупиться от тюрьмы. По словам представителей Национального банка, предотвратить создание мошеннических сайтов в сети невозможно, но перехватывать и возвращать владельцу средства, которые он переводит преступникам, вполне реально. Чиновники снова озаботились ценами на частные медицинские услуги в стране. По информации нового главы Минздрава Александра Хаджаева, в первую очередь власти хотят урегулировать цены в стоматологии, которые, по его мнению, должны быть прозрачными и соответствовать действующим нормативно-правовым актам и соблюдаться. То же касается и лекарств, заявил чиновник. Кроме того, Александр Хаджаев затронул вопрос фармбезопасности, подчеркнув, что белорусские препараты ничем не уступают зарубежным. Напомним, с 1 ноября в стране ввели госрегулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. Это якобы должно сформировать справедливые цены без ухудшения качества. После этого Минздрав озадачился пересмотром нормы времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги, а также пересчетом предельных максимальных тарифов на них. Теперь порядок установления нормы времени и расхода материалов на новые платные стоматологические услуги будет регулировать Минздрав. Милиция начала рейды по квартирам минчан, которые когда-либо были замечены в оппозиционной деятельности. Причем неважно, насколько давно и принимали ли люди участие в событиях 2020 года. Бывшим активистам предлагают подписать предупреждение о запрете нарушения общественного порядка. В документе указано, что в случае участия в несанкционированном мероприятии человек может быть привлечен к уголовной ответственности. Как отмечает БелСАД, на фоне того, что в стране фактически нет никаких признаков предвыборной кампании, такие обходы силовиков выглядят удивительно. Не исключено, что подобные рейды начнутся и в других регионах Беларуси. Напомним, на прошлой неделе милиция устроила массовые облавы на бывших политзаключенных и их родных. Предположительно, это связано со списками тех, кто обращался за помощью в инициативу I Need Help By. По информации правозащитников, было задержано не менее 150 человек. Музыканты Би-2 находятся в миграционной тюрьме в Таиланде. Сообщение об этом появилось на официальной странице группы. В записи изложена предыстория задержания и мнение музыкантов о случившемся. Так утверждается, что концерт в Таиланде прошел по местным законам с соблюдением всех требований безопасности. Однако затем музыканты были задержаны и провели ночь в отделении полиции, после чего был суд, и каждому из них назначили по 95 долларов штрафа, якобы за отсутствие разрешения на работу. Во время суда им не предоставили переводчика, и в итоге музыкантов задержала миграционная полиция без предъявления новых обвинений. Сообщается, что они ожидают перевода в Бангкок, где должен окончательно решиться вопрос о пребывании в Таиланде. Музыканты подчеркивают, что не последнюю роль в задержании могло сыграть давление извне, причиной которому стала их антивоенная позиция. Напомним, вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину Би-2 прекратили концерты в России. В последнее время уроженцы Бобруйска были в мировом туре. В сообщениях на официальной странице отмечено, что связи с ними нет. Белорусская компания Амкадор производит оружие для нужды российской армии. Об этом свидетельствуют документы, представленные в новом расследовании Белпол. Из них следует, что в составе холдинга, которым владеет кошелек Лукашенко Александр Шакутин, находится завод СВТ. На нем совместно с Управлением ракетных войск и артиллерии Генштаба вооруженных сил Беларуси проводятся работы по созданию артиллерийского радиолокационного комплекса разведки и обслуживания стрельбы. Он позволяет определить координаты вражеских батарей и корректировать стрельбу своих военных формирований. Более того, на заводе проводится работа по созданию беспилотника «Свислоч», который позволяет ликвидировать как вражеские беспилотники, так и наземные цели. Его стоимость, как следует из документов, не должна превысить 50 тысяч долларов за единицу. В расследовании Белпол также сказано, что война в Украине и связанные с ней санкции сильно ударили по Амкадор. Предприятие не получает западное комплектующее, что сильно усложняет его работу. Огромные долги, естественно, закрывают белорусские банки и государства. У предприятия есть дочка Салео, которая производит гидравлику для автомобильной техники. Владеет холдингом сын Шакутина. Именно это предприятие используется для обхода санкций. Через китайскую компанию «Шэньжэнь 5G» белорусы закупают японские комплектующие для станков, необходимые Амкадору. Белорусская тенесистка Арина Соболенко выиграла престижный международный турнир Australian Open, который проходил в Мельбурне. Это уже вторая подряд победа спортсменки на этом турнире Большого шлема. Причем все соревнования ей удалось пройти, не проиграв ни одного сета. В финале она одолела 21-летнюю китаянку со счетом 6-3-6-2. Сейчас Соболенко – вторая ракетка мира и первая тенесистка после белорусской Виктории Азаренко, которая смогла защитить оба своих первых титула на турнирах Большого шлема в Австралии. За выигранный кубок в Мельбурне Соболенко заработала более 2 миллионов долларов. Примечательно, что победу тенесистке прокомментировал Лукашенко. Он поздравил спортсменку и пожелал ей успехов. Важно отметить, что в 2022 году тенесистка высказывалась в поддержку белорусского диктатора. Однако год спустя впервые открыто выступила против войны в Украине и позиций нелегитимного по данному вопросу. И это все на сегодня. Напоминаю, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит» и новый выпуск уже опубликован. Обсудили с экспертами, есть ли у Белоруссии и России реальные враги и запретят ли в нашей стране VPN. Ссылка на видео будет в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и живи, Беларусь!